Тема нашего сегодняшнего урока – разработка и проведение собственных игр-вторжений. Цель урока – техника ведения мяча с изменением отскока и направления. Здравствуйте, уважаемые учащиеся! А сейчас мы поговорим с вами комплекс общий, развивающий проточнение. Стой, вооружение, руки на пояс. Поворот僲ите головой на право – влевый. Упражнение начинаем. Раз, два, три, четыре,usc ЗакончINS. На кладу головой вперед назад в вправ влево. Упражнение вперед начинай. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, закончили. Исходное положение стоя, когда не бросил к плечам. 4 кругового упражнения вперед, 4 назад упражнения вперед, начинай. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, и 1, 2, 3, закончили. Исходное положение стояком ноги в рот с руки на пояс. Повороты вправо-влево с отведением руки назад. Упражнение вправо начинной. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, закончили. Исходное положение стояком ноги в рот с руки на пояс. Выполняем 2 ноги на правой, 2 влево упражнения, вправо начинной. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 19, 19, 20. Четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Широкость этой ноги в простенькие стороны. Выполняем упражнение мельницы. Упражнение правой ноги на четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Стойко и бросим руки на пояс. Мы выполняем с вами приседания. Упражнение мельницы. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Выход правой вперед принять. Смена положения ног три. Выкачьи. Смена положения ног поворотом. Упражнение пушиной. Раз, два, три, четыре. Игра, тревали. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, закончили. Прючки на месте. Упражнение на двунках оттачи. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, закончили. Восстанавливаем рыхание. Руки через стороны вверх. Глубокий вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На этом наша ручка закончена. В основной части урока мы разберем технику ведения мяча с изменением высоты и отскока направления. Поэтому при ведении мяча касайтесь его кончиками пальцев, а не ладонью. При ведении необходимо следить, чтобы ваши руки вступали в контакт с мячом должным образом. Полностью контролируйте отскоки мяча и не используйте слишком много силы рук, чтобы поддерживать подпрыгивающий снаряд. По этой причине не хлопайте по мячу ладонью. Скорее пробуйте обрабатывать его фалангами пальцев. Растопырьте пальцы по всей поверхности мяча для более широкой и сбалансированной площади захвата. Это не единственная причина, по которой следует больше пускать в ход кончики пальцев при обработке мяча. Тем самым вы научитесь быстрее дреблинговать. При ведении мяча в движении держите свое туловище между охраняющим вас оппонентом и мячом. Когда вы закрыты одним или несколькими чужими игроками, то есть они следуют за вами по пятам и пытаются отобрать мяч или блокировать броски и передачи, защищайте мяч своим телом. Никогда не видите его там же, где стоит противник. Лучше займите позу, при которой ваше туловище находится между защитником и мячом, что делает его выбивание довольно трудной задачей для соперника. Помните, он не имеет права просто толкнуть вас со своего пути или ударить, чтобы получить мяч без риска заработать фолт. Вы вольны занимать руку не только для дреблинга, но и заведя ее за спину. Поднимите свою свободную руку, сожмите в кулак, выставляя предплечье в сторону противника. Будьте осторожны при использовании силы рук. Не толкайте, не бейте кулаком своего оппонента и не применяйте махи руки, чтобы прочистить себе путь к кольцу. Вместо этого обращайтесь к показываемым движениям с целью обороны как бы в качестве щита, чтобы сохранить пространство между собой и защитником. А сейчас, ребята, я предлагаю вам ответить на два вопроса. Первый вопрос. Что является ошибкой при введении мяча? И второй вопрос. Ты ведешь мяч по площадке. Как стоит это делать, чтобы отлично видеть своего свободного баскетболиста у корзины и вовремя отдать ему мяч? На этом наш урок закончен. Я предлагаю дома вам выполнить задание. Сгибание и разгибание туловища из исходного положения лежа. Три подхода по 15 раз. Три подхода по 15 раз.